Живое общение о жизни, тренировках и спортивных победах было главной целью визита Ивана Штыля в Уссурийский реабилитационный центр. Учреждение является одним из старейших в крае. Помимо адаптации к социальной жизни, его воспитанники активно занимаются спортом и показывают высокие места на соревнованиях. Мы огромное внимание уделяем, конечно, спорту, стараемся по мере возможности, кто чем может, если даже это человек с ограничениями в передвижениях, какие-то сложности с опорно-двигательным аппаратом, все равно пытаемся привлечь к спорту. Очень рад, что я посетил. Появились мысли о том, что нужно в жизни делать. И думаю, что такие встречи, они всегда только идут на улучшение, потому как развитие, оно должно быть идти только вперед. В ходе встречи Иван Штыль отметил, что на грибной базе острова Русский планирует создать условия для занятия спортом инвалидов. Также спортсмен является автором законопроекта, который сейчас принимают краевые депутаты. Суть закона такова, что спортсмены, которые занимают на международных всероссийских соревнованиях победы, ежемесячно будут получать стипендию. Тем самым они будут уже замотивированы. Если он в следующий год подтвердит, то автоматически он будет получать дальше. Не подтвердит, но извините. Это на то, чтобы у нас была какая-то внутренняя борьба. В ходе поездки в Уссуриск Иван Штыль встретился с пенсионерами из группы «Здоровье» и студентами ДВФУ. После традиционной фотосессии спортсмен станцевал в паре со студенткой, сделав сюрприз для публики. Станислав Лоценко, Панорама.